Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сейчас я попытаюсь пояснить тематику реального ДПМа. Я уже попытался объяснить, что такое реализуемый ДПМ в игре. Меня многие не поняли. Шквал критики, ажиотаж переписки. Ну, короче говоря, тот, кто не понял за время объяснения и плюс еще в переписке, тот не поймет все равно и продолжит стоять, как говорится, на своем. Главное, чтобы не отдавил. И, честно говоря, я не понимаю, в чем шквал критики, если я высказал свое мнение по поводу наличия такого понятия в игре, хотя не официально, как реализуемый ДПМ. Мне кидали в предъявы все, что угодно. Дальше отвечать я не вижу никакого смысла. Теперь давайте поговорим о реальном ДПМе. Что такое реальный ДПМ? Это тот ДПМ, который вы действительно сможете отбросать в противников в течение одной минуты. Вы скажете, эта цифра есть в таблице. Нет, ребят, таблицы врут. И я сейчас вам объясню, почему. На примере трех танков. Химера, Шкода Т-27 и Прога М-46. Берем Химеру. Открываем характеристики по Химере. Ребят, оборудование и амуниция установлены у меня на трех танках так, чтобы максимально оптимизировать КД для чистоты эксперимента. Итак, Химера у нас имеет заявленный ДПМ в 1997 единиц. Вас никогда не удивляло, почему эта цифра является не круглой, с учетом того, что средний урон всегда заявлен круглыми цифрами. Тот, кто догадался, правильно, ребят. Все связано с тем, что у нас время перезарядки идет тоже не точно в секундах и не в точном количестве. 13.22. Время перезарядки орудия на Химере. Таким образом, за одну минуту Химера перезаряжается, если тупо считать на калькуляторе, получается 4,53. Ну а каких,53 можно говорить, если мы говорим о выстрелах? Ты можешь либо сделать выстрел, либо не сделать выстрел. Ты либо перезарядился, либо не перезарядился. Не можешь ты отправить половину снаряда. Соответственно, ребят, получается такая чухня странная, что подсчет вот этого заявленного ДПМа, это как средняя температура по больнице с учетом морга. То есть берем 60 секунд, делим на время перезарядки и получаем точное количество, полное количество выстрелов. Не 4,53, а 4 берем за основу. 4 выстрела умножаем на 440 и получаем не 1997, а 1760 единиц урона в минуту. Среднего, то что вы сможете нанести. Переходим дальше к проджете 46. Здесь, в отличие от химеры, барабан и не простой, а с системой дозарядки. Когда вы играете на системе дозарядки, у вас есть выбор. Заряжать полностью весь барабан, но в таком случае вы теряете время, либо отбрасывать каждый первый дозарядившийся снаряд после того, как откинете весь свой барабан. Если считать правильно, то как только вы заходите в бой, вы начинаете заряжаться и, как правило, вы не начинаете стрелять в противника до того, как зарядится весь барабан, потому что вы просто еще до него, допустим, не доехали, как правило. Таким образом, получается, что первые свои 3 снаряда вы зарядите за 16,88. За 16,88 получаем 3 снаряда в магазине, которые мы с вами отбросим в предполагаемого противника. С минуты отнимаем 16,88 и получается у нас, что у нас остается от минуты 43 секунды и 12 сотых. За 43 секунды и 12 сотых вы сможете дозарядить по одному снаряду, с вот этим вот КД первого снаряда, 6 снарядов, чтобы их выстрелить. За 6 снарядов до за 3 снаряда получается 9, и за 9 снарядов по 240 единиц альфы вы отбросите суммарно за 60 секунд полных 9 выстрелов на суммарно 2160 урона, не на 2042. И таким образом, получается, что в отличие от Химеры, реальный ДПМ у Проджеты, он даже выше, чем заявленный. Ну и, соответственно, таким образом Проджета по ДПМу, хотя официальный ДПМ, как бы, не настолько разница между Химерой и Прогой, я имею ввиду, заявленный, но реальным ДПМом Проджета существенно преобладает над Химерой. И что касается, ребят, у нас Шкоды Т27, ее я взял в расчет, исходя из того, что это тоже барабан, но цикличный. И здесь прикол немножко другой, вы можете отбросить 3 снаряда, но потом должны дождаться полной перезарядки магазина. Заявленный ДПМ 2089. Из 2089, поверьте, не будет реального ДПМа, такого же, как у Проджеты. Я имею ввиду, приближенного к реальному. Потому что, смотрите, за 60 секунд до по 15.96 времени перезарядки получается 3,75. 3,75 это всего лишь 1,4 секунды вам, ребят, ну, ой, простите, 1,4 там, образно, магазина дозаряжаемого вам не хватает. Но здесь такого быть не может. Поэтому получается такая билиберда, что реально за минуту вы зарядите всего лишь 3 раза свой барабан. А значит, откинете 9 снарядов. А за 9 снарядов по 220 единиц альфы вы отбросите не 2089, а всего лишь 1980. Ну, как всего лишь, да, всего лишь на сотку меньше. Но, ребят, 1980 и 2160 реального ДПМа у Проджеты. Я к чему говорю, ребят? Потому что, смотрите, заявленный ДПМ, внимательно слушаем, у Проджеты 1975, а здесь 289. То есть, получается, типа, Шкода круче. Но по факту реальный ДПМ у Проджеты 260, а у Шкоды 1980. Вот так вот, ребят, и получается, что когда вы смотрите своих, там, не знаю, каких-нибудь любимых, более именитых ютюберов, чем я, то вы смотрите на вот такие вот сравнительные таблички, которые по факту в большинстве своем, они не несут правдивой информации. Потому что, допустим, если на альфу вы здесь сравнение посмотреть можете, если на пробитие вы здесь посмотреть сравнение можете, и это правильные цифры по пробитию, это правильные цифры по альфе, то, извините, вы не можете посмотреть на правильные цифры по ДПМу. Это просто бред, вот здесь написан математический бред. И те ребята, которые со мной не согласны, вы если вдруг будете писать комментарии, обязательно пишите обоснование своих комментариев, желательно с калькуляцией, как вы это посчитали. Ну а с моей же стороны вам может позвучать только следующее. Ребят, если вы за честность, если вы за честность в танках, за честность в обзорах, за честность калькуляций, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Я вам буду безумно благодарен и отблагодарю вас исключительно честными обзорами на технику, на товары в магазине, ну и на честность в своих субъективных суждениях. Меня никто не покупает, а значит мне нет необходимости вас обманывать. На данный момент, ребят, у меня все. Всех благ, всего хорошего. Играйте на тех машинах, которые доставляют вам удовольствие, вне зависимости от того, каким ДПМ они обладают. Мира вам, ребят, и спокойствия. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»